Калауты, карты, мираж, начиная с теспавна. Теспавн. Туда мы заходим в Пэлэс, дворец. Пэлэс он же ковры. Выходим на балкон, вот эта фанера вся. Здесь, естественно, под балконом. Тут у нас Амэйн, также известный как Яма. Эта площадка называется Раскидка. В Кээске отсюда раскидывают дымы и хэшки, ну и нам, павловцам, не возбраняется. Здесь Тетрис, вот этот квадрат, набранный из блоков. Это голова, стейрс. Три награждения ящиков на пленту. С разными названиями, их нужно запомнить. Файрбокс, потому что все гранаты туда летят. Дефолт бокс, потому что ближе всего к Амэйну, на него чаще всего ставят бомбу. И трипл бокс, потому что состоит из трех ящиков. Справа от файрбокса крыса, также ниндзя, здесь тикет, коннектор, этот квадрат джангл. Окно, мид, окно. Шифер. Окно примыкает. Ведер рум. Комната с лестницей, та же ясна, как комната вверх-вниз. На миду здесь мид. Вот эта площадка называется топ-мид. Вода. Кран с ведром. Стульчик. Этот пробег к Б называется парапет или катвок. Туда вниз у нас вход в андерпасс. Здесь у нас зига, он же ашорт, КТ-база. Тут шифер я уже показывал. Это помещение называется маркет. Из него два выхода. Маркет, окно и маркет-вход. Здесь у нас помойка. Можно сесть у помойки и зацеливать дроп. Блент. Этот угол называется 90. Просто, потому что при выходе из маркета 90 градусов направо. Или при выходе с шорта 90 градусов налево. Это вот позиция называется бэксайд, потому что задняя часть сайта для атакующих саппортов. Тут у нас лавка, фургон. Точка установки Бомба называется дефоут. Это помещение называется апарты, апсы. Это помещение называется китчен, кухня. Тут у нас лестница вандерпасс, через которую можно выйти на мид. Это помещение называется т-апарты или чащий телевизор. Отсюда и налево к меду называется банан.